Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетренных ветвьх, продолжение. Мы уже много прочитали из этой главы. Здесь обсуждается подробно философия Майвади, ее ложность. Очень важно, очень важно понять, отличить ложно от истинного, или изначального, говорится. Слово изначально тоже используется по отношению к Богу. Нам нужно прийти к изначальным понятиям для этого. Изначальные понятия. Здесь, ну, мир условностей, есть названия, но изначальных понятий нет. Изначальных понятий есть, какие-то временные понятия, навеянные обстоятельствами, временем. Также имена людей, это относительные какие-то вещи, условные вещи. Они не относятся к изначальному положению той личности, которая несет какое-то имя. И мы так живем, мы вот в такой среде условно живем, созданных названий, организаций, чего угодно. Целый мир человек создал, вот свой здесь, в мире Бога, так сказать, создал свой мир. И вот этот его мир увел его, все эти понятия, представления, чувства, знания, увел в эти вот относительные понятия системы знаний, таких созданных искусственно, человеческим ограниченным умом и разумом, и чувствами. И здесь описывалось, что в этом мире, все, что создается в этом мире, временно, внутри материального мира, создается все обречено на поражение. Эти строки, перестройки, философские системы, все это временно, все это уйдет. И все относится к майаваде. Потому что майавада также основывается на условностях. Она переходит к изначальному положению Бога. По сути, Бога и нет в сочнике, где не майаваде. Разницы нет между атеизмом и майавадой в заключениях. Потому что каждый Бог, где Бог? Нет единого Бога, нет. Просто каждый является Богом. Но когда мы говорим слово Кришна, мы проникаем в его значение. Кришна означает все привлекающие. Тут тоже можно назвать кого-то привлекательным. Но изначально мы не знаем, что это такое. Есть слово Рама, дающая радость. Тоже мы знакомы у нас. Тут тоже свои радости, свои радости, печали. Мы понимаем, о чем речь идет. Рама, радость? Нет. Это совсем не то, что имеется в виду в этих звуках. Какой смысл заключен там? Изначальная радость. Изначальная радость, можно сказать, что это такой вместитель, контейнер. Откуда исходят все эти энергии радости? Если все живые существа испытывают какую-то радость из одного источника. Это исходит из одного источника. Абсолютная истина. Джанмадейси – это ага. Все исходит оттуда. Значит, нужно понять, что вместилище всей радости – это абсолютная истина. Если всю радость живых существ позитивную сложить вместе, мы сможем понять, что до некоторой степени, что такое абсолютная истина. Но даже это не дает полного представления. Потому что сама в себе она безгранична. Несчерпаема. Это имя Рама. Вот это изначальное ее понимание. Мы пытаемся, повторяя имя Рамы, имя Кришна, постепенно прийти, наше сознание привести к этому пониманию. Глубоко, вглубь. К изначальному положению Бога прийти. Осознанию Бога. И себя, как его изначально, изначальные частицы. И, как говорят шастры, изначально означает садчатанан. Да, это изначально. Изначально мы вечны, полны знаний, полны блаженств. Это изначально. А затем, ну, это уже как следствие трансформации, соприкосновения с материальным миром. Это может искажаться, преломляться, где-то уменьшаться, как-то исчезать под покровом. Или где-то проявляться в какой-то степени. И вот мы видим этот мерцающий мир. Там проявится талант какой-то, там что-то ценное. Но оно какое-то лишь время снова покрывается. Трансформируется, то есть взаимодействие с материальным миром. Трансформируется саттва, раджа, стамас, они циклируют. Поэтому все ценности превращаются в ничто. Потом снова какие-то ценности, снова проявляются, снова превращаются в ничто. Это соприкосновение как бы изначальной души с материальной природой, которая уже создает искусственные понятия. Что хорошо, что плохо, что религия, что безбожия. Сейчас люди не знают, что это такое. Никто, ни ученого не объяснит толком. Никакие люди, от человека не может зайти религия. Никто не сможет объяснить, кто такой Бог, что такой душа. Хотя мы являемся душой, и мир создан Богом, никто понятия не имеет ясного. Только какие-то свои представления. Их много. Как только люди освоили интернет, и сразу мнение мы увидели, миллиарды мнений, миллионы, миллиарды мнений. И ни одно из этих мнений не приводит к изначальному понятию, к изначально радости, счастью и красоте. Мы так и не видим это. Лишь выражаем какие-то... Все это называется майавада. И в целом, если ее классифицировать, майаваду, получается шесть философий майавадских. Вот мы уже начали это читать, об этом Джаймини уже прочитали. Джаймини создал, основал это движение философии кармы мимамсы. И затем философия санхиа, метафизика. Это ученые-материалисты, которые следуют материальный космос научными методами. И они сами эти методы изобретают. Не признают Бога, Верховным Творцом Мироздания. Там нет этого. Санхиа атеистическая. Она сосчитывает материальные элементы их взаимодействия. И считает, что они действуют без Бога. Мы не видим, что кто-то вмешивается в их деятельность. Они имеют свойства, материальные элементы, и функционируют между собой. А вот мы можем в химии это доказать, в физических законах, изобретаем механизмы, видите, вот. Все, работает. Работает. Берем горючее, создаем двигатель внутреннего сгорания, он работает. Причем здесь Бог? Это связано также и с философией кармы мимамсы. То есть, мы создаем сами это все. Без вмешательства Бога, без его поддержки и помощи. Приверженцы атеистической санхи приходят к такому выводу. Поскольку следствия, вещи, явления в материальном мире временные, а значит иллюзорные. Причина возникновения материального мира тоже иллюзорна. Так, вот какая у них логика. То есть, логика от материи исходит. По аналогии материи я говорю об источнике, то есть о Боге. Сравнивая с материальной природой. Раз материя временна, значит источник тоже временен. Это обратная логика называется санхи в области материи. Надо рассуждать из области духа, из сознания Кришны. Дух вечен, материя временна. А она не временна, как энергия. Она, ее форма временна. Карма временна. Сама материальная природа, как энергия, вечно. Все вечно. Карма временна. То есть, это если мы будем рассмотрим с позиции духа, картина проясняется. С позиции материи, когда все материально, Бог тоже, если существует, то он материален. Как вещество. Тоже иллюзорно. Последователи санхи склоняются к философии пустоты. Однако, на самом деле, изначальной причиной возникновения материального космоса является Верховный Господь. Проявленный космос — это временное порождение материальной энергии Господа. Когда бренный материальный мир подвергается разрушению, его источник вечное духовное бытие остается неизменным. Поэтому Духовный мир называется Санатана Дхамы, вечной обителью. Таким образом, заключение приверженцев атеистической санхи ошибочно. То есть, на каком основании, прабхупада говорит, что оно ошибочно, на основании шастры. Шастры. Обязательно это должно быть. Нет оснований — нет доказательств. Мы говорим, у них нет оснований. Потому что они придумали сами этот метод. Просто они придумали. Где основания? Собственный ум. Но кто думает по-другому? Нет оснований. На самом деле, это не основания. Не научно. Я так думаю. Ну и что? А у нас какие основания? Шастры. Есть основания? Шастры. Это единственное основание. Это единственное основание, где можно наблюдать абсолютную истину. Знать об этих понятиях вообще. И прабхупад приводит термин санатана Дхама из шастры. Еще есть философы, возглавляемые Гаутамой и Канадой. Тщательно изучив материальные первоэлементы и результаты их взаимодействия, они пришли к заключению, что материальный мир возник в результате соединения атомов. Близкие учения. Есть просто 24 материальных элемента, но еще можно глубже посмотреть. Атомы. Вот в чем причина. Атомная энергия. Современные ученые-материалисты идут по стопам Гаутамы и Канады, создавших эту теорию Парамануваду. Параманувада. Однако их учения нельзя считать верным, ибо безжизненные атомы не могут быть изначальной причиной всего сущего. Это подтверждается и в Бхагавадгите и Шимадбхагаватам, и также в Ведах, где сказано, что Эка Нараяна Асид, до сотворения материального космоса, существовал только Нараяна. Опять Парампадапиводзи-шастру. Шимадбхагаватам и Веданта Сутры также утверждают, что изначальная причина обладает разумом и прямо или косвенно знает обо всем, что происходит в материальном мире. Бхагавадгите Кришна говорит. Ахам-сарваси-правава. Диа изначальный источник всего сущего и матах-сарвам-правар-тате. Все исходит из меня. Атомы могут образовывать соединения, составляющие основу того, что существует в материальном мире. Но сами атомы созданы верховной личностью Бога, поэтому философию Гаутамы и Канады нельзя признать верной. Атомы. Открытая ядерная энергия. Не так давно, буквально совсем недавно. Что сильно повлияло на умыслях людей. Я думаю, что это перевернуло сознание людей всего мира, атомная энергия. Это мощь. Никто не ожидал, что такое можно увидеть. Видеть, ожидать. Сколько энергии в веществе. Это ядерная энергия. И когда она освобождается, практически, они называют это явление полного сгорания. Это ядерный взрыв. Полное сгорание. То есть вся энергия выходит целиком. Дрова горят или что-то сгорает. Это не полное сгорание. Тоже выход энергии, но не такой могущественный. Затем они ищут другое горючее, которое лучше горит, чем дрова. Уголь. Больше содержит в себе этой энергии. Его сжечь. Вот видите, на угле лучше топлива. Уже паровозы пошли. На дровах сложно было бы завести такой двигатель. А потом они обнаружили нефть. О, это горючее. Там много свойств. Но это очень сильно горючее. Если еще разложить на составные части, еще более легкие получаются горючие, такие как керосин. Ацетон взрывоопасный. Там динамит. Стали открывать все эти вещи. Кажется, в этом динамите столько энергии. Сейчас взрывчатые вещества. А фантастика. Все удивляются взрыву. Такая граната. И бау. Все разрушено. Вот они ищут эти вещи. И понятно, что в веществе много энергии. Но ядерный взрыв перевернул в себе представление. Потому что с точки зрения ядерного взрыва эта ядерная энергия присутствует в любом веществе. Но вот вывести ее оттуда возможно только при помощи определенных элементов. Неустойчивых. Радиоактивные элементы их называют. Неустойчивые. Они уже как бы горят. Уже распадаются. Уже выделяют этот процесс. Медленно, 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 немедленно распадаются. Радиация еще долго, долго будет. Но при создании критической массы возникает нечто удивительное. Выходит вся энергия. Цепная реакция начинается. И вот тут они увидели сколько энергии в веществе. На самом деле это не предел. Для них это предел. Потому что за этим пределом смерть тела. Дальше нельзя экспериментировать. За этой ядерной энергией есть еще много-много других энергий. Потому что иначе бы если бы не было других более сильных энергий она бы вся цепная реакция пошла бы и дальше. Она удерживается. Вот какая штука. Мы пользуемся энергии в форме предмета. И в это говорится это разнообразие внимательных элементов поддерживает сверхдуша. Энергию вещества уплотняет атомную энергию. И вот пожалуйста камень. И так же говорится что когда Брама творит вселенную творит разумом сила разума. А разумом говорится не ядерной энергии превосходится сила разума. Вот при помощи этого разума пытаемся понять сверхдушу. Просто воспевая святые имена к изначальным понятиям возвращаться. Но к изначальною понятию вернуться значит вернуть себя не ум. А не ум пытаются туда забросить. Что же такое изначально понять давайте подумаем. Нет, давайте придем туда. Нужно душу туда приблизить а не ум. В этом их ошибка. Они теоретизируют не разрушили поэтому все веды все шастры разрушили теоретизацией. Там теории тут теории все эти теории путают путаем людям голову заморочили людям голову голову себе друг к другу ученые они противоречивают друг другу. Сейчас часть ученых атеистов сейчас часть ученых уже верующих становится больше и больше. Потому что наука запутала все окончательно окончательно уже ясно любому разумному человеку. В жизни прояснить чего не может. Фрагмент какой-то объяснит и на этот фрагмент нас спекулируют боже мой. Весь мир туда поставят на свою теорию. я бог у меня есть теория. Сейчас я объясню что такое весь мир. И каждый хочет объяснить все Майавады. Вот это все Майавады тенденции. Разрушающая философия. Эта философия исходит из ложного эго то есть из тамаса. Но когда она культивирована ведами и шастрами она выглядит очень могущественной за счет вот шастры напитается. На шастрах тоже основывается Майавада. Развитая Майавада. Это имперационалисты. Но вывод тамасичный и начало тоже тамасичное. Ложное эго это начало и конец это тоже большое ложное эго. Из маленького ложного эго большое ложное эго. Я бог. Я стану богом. Любой демон так думает. Я вот сейчас пойду аскезы совершать и стану могущественной смогу победить бога. Стану богом. Это демоническая философия. Очень популярна сейчас. Все эти страницы посвящают подробному разбору этой философии. Для преданных это крайне важно. Алицетаренные веды продолжали. О Господь. Все теории философов материалистов порождение временного иллюзорного бытия. порождение. Они подобны идеям приходящим во сне. Такие теории конечно же не могут привести к абсолютной истине. Абсолютную истину можно постичь только непосредственно. Посредством преданного служения. Господь говорит Бхагавадгити бхагтия бхагтия бхагности пахтия познать меня можно только через преданное служение. В связи с этим Шитхар Свами написал стих «О возлюбленный господь пусть другие предаются бессмысленным спорам и отвлеченным рассуждениям о важных философских проблемах. Пусть скитаются во мраке невежества и иллюзии и мнят себя выдающимися учеными, хотя они не познали Верховную Личность Бога. Я же хочу обрести спасение, повторяя святые имена бесконечно прекрасной Верховной Личности Бога. Мадава, Вамана, Тринаяна, Санкаршана, Чрепати, Говинда, повторяя твои божественные имена, о Господь Мадхупати, я очищусь от материальной скверны. Итак, вот факт, что теорию ученых не очищают от материальной скверны. К счастью, не приводит. Люди забыли про этот критерий. К счастью, ученые великие мошенники. Их теория настолько сильно действует на умы людей, что они им верят и говорят, в будущем будет счастье. В будущем. Очень сильное влияние. У них ум настолько организован, сильный ум ученого человека. И также сильно ложное эго. При сочетании этих вещей люди начинают доверять. Они просто боятся таких вещей. Вообще мы боимся любого человека, которого очень сильно ложное эго. Мы назовем его сильным человеком. И как бы уже либо доверяем, либо уважаем, либо побаемся его. Но это лишь ложное эго. Это не авторитет. Авторитетность там продается совсем другая. Там отсутствие ложного эго должно быть. Там присутствие Бога должно быть. Убеждая другой фактор. Не сам человек, а убеждая другой фактор. Через него должен присутствовать Господь. Святые имена должны убеждать. Прямо при сочетании очень большого развитого ума и ложного эго проявляется вот эта вот проблема серьезная. То есть, видите, можно культивировать ложное эго, культивировать ум. Невежество культивировать. И люди просто верят, как бездумно. В будущем, им говорят. Вот уже прошли сколько, сколько столетий прошло вот этой истории, новой, новейшей истории. И люди верят в будущее. Хотя, если глянуться назад, обман был на каждом шагу. Никто не создал цивилизацию, как вот все обещали, там, мир или счастье для людей при развитой науке и технике. Никто не сделал этого. Мы откроем в будущем, мы соединим элементы, мы создадим живое существо, мы от этого в будущем. Люди верили, да, в будущем наука это откроет. Никому было невдомек, что их убеждает Аханкара их. Они заняли положение Бога, авторитетов. И они диктовали просто какие-то теории. Люди ничего не понимали в этих теориях, большинство ничего не понимало. Какой ум, как все сложно. Ученые такие умные. Они нам все сделают. Нас оживят, может быть, после смерти костей из ДНК. Они же могут клонировать. Вот такие теории были. Люди верили, что когда-то меня реконструирует наука в будущем. Она же развивается, точно станет Богом. Может, все потом научится всему. Все возможно. Все это в умы людей проникает. В будущем, будущем, будущем. Столько лжи. Олицетарионные веды продолжали. О Господь, когда живое существо по Твоей милости узнает истину о Твоем высочайшем трансцендентном положении, его перестают привлекать теории, созданные так называемыми философами. Приятно теряет вкус к этим философиям, к спорам, к воззрительным. Теряет вкус. Никакого смысла в этом нет. Это человек погроет в себя, свое сознание, в свой собственный ум и наслаждается. Из ума извлекает какие-то теории. Так называют это жизнью. Это другой вид виртуальной реальности. Отсюда и пошлась эта виртуальная реальность. Образиться в свой собственный ум. Но в ображении не хватает. Виртуальная реальность, пожалуйста, хороший протез. Тонкий виртуальный протез для ума. Можете просто смотреть там картинки, они вас поведут туда, как эти механизмы. Куда вы хотите или не хотите, неважно. Но они все приятное путешествие сделают. Музыку включат, когда нужно. Или еще что-то покажут, что вас увлечет, ваши чувства бездумные. И вы поплывете вот этим фэнтези. И так проживете всю свою жизнь, не поняв ничего об этом мире. А столько всего вы видели и слышали, кажется. Сон пропадает. Во сне все придумано. И так вот эта теоретизация приводит к этим концепциям. Искусственная жизнь, искусственный интеллект, потом искусственная виртуальная реальность, весь мир это иллюзия. Мы создадим вот свою иллюзию, в ней будем жить. Эта иллюзия нам не очень нравится. Вот в интернете иллюзия лучше. Видите, что мы набили для вас? Какую иллюзию для вас создали приятную? И люди настолько аутопиели, потому что они даже не могут понять, что слово иллюзия. Обратите внимание, что это иллюзия. Нам дают иллюзию счастья. В реальности мы ничего не получаем. Реальные проблемы мы даже не замечаем из-за иллюзии. Вообще о них никто ничего не говорит, даже о реальных проблемах, хотя они перед глазами, как животное. Вот оно на боню предназначено, перед глазами его добивают одного за другим этого козла, козлов, а оно стоит и жрет траву рядом, и совокупляется, и говорит, у меня все нормально. Там просто несчастный случай. Не соображает, что его очередь найдет. Реальные проблемы это рождение старости болезни и смерть, говорится. Никто не замечает. Это значит, что люди живут в форме ума, виртуально. Начинается все стереотизация, какие-то философии. Вот эти шерсть философов, они, собственно, и продвигают материальную цивилизацию. Вот эту виртуальную, искусственную, созданную во сне, и которая становится сном в итоге. Это в первую очередь относится к умозлительным теориям Гаутамы, Канады, Патанджали и Ниришвары. Ниришвары копилы. Есть два копилы. Один копила, воплощение Бога, сын Кардама Муни, а другой атеист, Ниришвара, живший в нынешнюю эпоху. Ниришвары, значит, не являются верховным Ниришвара. Тут Ишвар был, этот Ниришвара. Атеист копилы. Атеисты копилы часто путают с верховной личностью Бога. Господь копила в воплощении Бога явился как сын Кардама Муни очень, очень давно, во времена Сваим Пхууману. А нынешняя эпоха – это эпоха Вайвасваты Ману. И поскольку люди путают Копилу, Копила – известное имя, есть учение Господа Копилы, сын Дивахути, он не рассказал это учение, очень могучное учение, освобождающее душу. Она получила непосредственно от своего сына, который был верховной личностью Бога – Ишварой, Копила. Но есть другой Копила – самозванец, вот с этим именем его путают. Он тоже создал как бы сильную науку, но без Бога. Та же Санхия развил ее, но уже без Бога. И люди путают вот эти две личности. Поэтому Парупада отдельно написал книгу «Учение Господа Копилы». Я, может, прочитал два-три раза, уже прочитал сильнейшее произведение с комментарием Парупада. Оно разбивает все эти ложные представления. Очень важно нам знать это учение Господа Копилы, его суть, настоящий. То есть вы никогда не попадете в ловушку этих ложных учений, если изучите философию Господа Копилы, Санхи. Она приводит Санхи к предному служению, что подтверждается в Бхагавадгиде. Путь Санхи и путь предного служения сходятся на одном, на абсолютно истине. В итоге между ними разницы нет, потому что цель одна у них, у Санхи и у предного служения. И вот это та самая Санхи, учение Господа Копилы. Философы Майавади утверждают, что проявленный, то есть материальный мир, есть Митхья или Майя. Он иллюзорен. Майавади провозглашают Брамма, Санхиам, Джагран, Митхья. Истинно лишь сияние Брамана, материальный же мир, иллюзорен, ложен. Но, согласно вошнавской философии, материальный космос реален. «Ибо возник благодаря Верховной Личности Бога». Бхагавадгиде Господь говорит, что Он входит в материальный мир в виде одной из Своих полных экспансий. И тогда начинается процесс творения. Из Вет мы также узнаем, что Асад, временно существующий материальный космос, есть порождение Сад в высшей реальности. Из Сад появляется Асад. Вот это интересный момент. Каким образом? Вопрос был задан какой вначале? Как материальными чувствами описать абсолютную истину? Это возможно. Если мы материальны, язык материален, ум материален, то как мы можем говорить об этом, думать об этом, при помощи этого освободиться вообще? Если абсолютная истина, она недоступна для материального языка, ума, она духовна, трансцендентна. Вот вопрос. Здесь, смотрите, обратная вещь утверждается. Из Сад исходит все эти вещи и становится Асад. Но изначально Сад, мы можем прийти к изначальным чувствам, к Сад. Вот тут начинает проясняться этот вопрос, более подробно. По рождению высшей реальности, наши чувства, также по рождению высшей реальности. В Иданто Сутри сказано, что все изошло от Верховного Брамана. Поэтому Вайшнавы не считают материальный космос иллюзорным. В Верховный Господь в образе своей полной экспансии вошел в материальный космос, и благодаря ему начался процесс творения. И философы Вайшнавы видят, что все в материальном мире связано с Верховной Личностью Бога. Если увидеть, как это есть, материальный мир, мы тоже увидим Бога, как это есть. Эти теории, атомы, потрясающие вещи. Как только человек начинает думать о материальном мире философски, начинает думать об атомах. Это потрясающе. Да какие атомы? Вот перед тобой материальный, зачем ты думаешь про атомы? Вот глазами раскрой, разум применит. Какие атомы? Сначала увидь то, что ты видишь перед глазами. Атомы ты не видишь, зачем ты думаешь об этом? Вот перед вами что? Сразу увидите Бога, а только про атомы забудете. Сразу же это произойдет. Но нас научили смотреть на человека, если вот он двигается, а почему? Когда только вопрос возникает, почему, что за существо? Мы сразу анатомию вспоминаем и биологию вспоминаем. Да причем здесь биология, посмотрите. Это труп она только объясняет. И мы знаем только вот мертвую материю таким образом. Но общаемся мы, чтобы общаться, и мы должны забыть все это. Мы просто из головы выкинем все в биологию. И физику. И химию. Она вообще не нужна, не помогает нам в общении. И в общении мы видим, что это сложная тема, личность. Даже психология не может ее описать. Даже парапсихология не может описать. А она существует, эта личность. И подчинить личность невозможно. Никакими отдельными средствами, ничем невозможно. В сердце никто не покоряется. Только бахти. Бахти сам человек удивляется, что он покоряется, и он хочет покориться. Никому не покорялся никогда. Раб — это непокорное существо на самом деле. Это униженное существо. Это другое. Это не бахти. Там нет бахти. Это человек страдает. Раб — это плохое слово сейчас. А подчиниться — это означает другое. Бахти, процесс бахти. Так вот, пусть опишут природу бахти. Никто не может. Опять биология бахти. Опять сексуальная энергия. Опять и гормоны какие-то изучают. Вот что это такое. Это что, биология — любовь. Вот тут люди уже расходятся во мнениях. Нет, погодите. Тут что-то странное. Любовь не хочу назвать биологией. Вот не все соглашаются. Тут какое-то оскорбление чувствуют. Это биология, что ли? Нет, не только биология. Простите, а как же эти чувства, а как же искусство с этим связано, а какие-то возвышенные вещи, вы это биологией называете? Нет, тут ученые помалкивают. Мы не все знаем. Мы не все знаем. В будущем. Мошенники. Номер один. Почему они честно не говорят, что они не знают? Они же не знают. Они подменили в это слово «не знаю» атомами, молекулами. Подмены. Атомы тоже означают «я не знаю». Я не знаю, какие-то атомы там не знают. Это то же самое слово. Это все называют «не знаю, не знаю, не знаю, не знаю». И они все эти слова «я не знаю» трансформировали в различные термины, которые никто не знает. Мы живем в мире невежества, созданном наукой, философией, смотрите, культурой. Но это мир невежества, созданный искусственно, во сне. Умозрительно. И к чему приходят? К виртуальной реальности. Просто. Где люди, как живот, наслаждают свои чувства. Через глаза и уши. Это замечательно объяснил Шалрупа Госвами. Он сказал, что когда люди отвергают материальный мир как нереальный или ложный, не зная, что это одно из проявлений Верховного Господа, их отречение от мира лишено смысла. И так человек поет, человек двигается, человек работает. Что это за явление такое? Давайте уйдем от человеческих мыслей. А человеческий мы как объясним? Ну, он работает, потому что нужны деньги, нужна пища. Нет, давайте уберем все это. Просто человек работает, трудится, двигается. Без атомов, без молекул, без каких-то мотивов материальных. Посмотрим на это явление, как оно есть. И вы увидите, что действуют гунны материальной природы. Сразу это увидите. Не то, что какой-то человек работает, а какой-то нервный. Все работают. И у всех есть своя причина. Нет. Всех занимает одна причина – гунны материальной природы. Все ведут себя одинаково. Все едят, все спят, все закупляются, обороняются, работают, поддерживают себя. Это действуют гунны материальной природы. Ни при чем здесь социальные условия, или денежные обстоятельства, или время семьи. Это человеческий мир, созданный его чувствами и его личным восприятием. Не объясняет ничего. Это умозрительная причина лишь. А на самом деле работают гунны. Мы сразу, как только отличаемся от этих человеческих представлений о том, что происходит, мы сразу видим, как действуют гунны материальной природы. Каждое существо лица пищи для кого-то другого. Каждое тело. Это закон. Вселенский закон. И все зависит от пищи. Любое живое струже зависит от какой-то пищи. Но для кого-то это пища, для кого-то это яд. Как все отрегулировано? Мы сразу видим, все пронизано разумом. Разумом, но не только духовным разумом. Потому что духовный разум не совершает насилия. А мир соткан на насилии. Значит, в чем же я виноват? Вот в чем вопрос. Что причем такие условия? Вот естественный вопрос, возникающий без всяких теорий. Я не хочу страдать, но я страдаю. В чем я виноват? В чем причина? Я-то в чем провинился? А они, нет, нет, нет. В чем то есть мы? Мы у нас все в порядке. Тут просто нужно вот то сделать, это сделать, это отрегулировать, и все будет хорошо. Все будет хорошо. И предлагают новую иллюзорную какую-то концепцию. И люди идут туда для светлого будущего. Любое явление, которое мы сможем увидеть таким образом, отстраненным от человеческих представлений, научных теорий, мы увидим Бога во всем. в облаке, в дожде, как растет растение в земле, в камне, где угодно. Вашнавы, однако, не привязаны к материальному миру по иной причине. Обычные живые существа ищут в материальном мире удовольствий, но вашнавы не стремятся к этому, и потому не привязаны к материальной деятельности. Вашнав действует по отношению к материальному миру в соответствии с наставлениями Вет и не привязан к плодам своего труда. Поскольку в Верховном Господе изначальный источник всего сущего, вашнав видит, что даже в материальном мире все связано с Кришной. Это совершенное знание одухотворяет все, с чем он соприкасается. Иными словами, все в материальном мире уже духовно, и мы воспринимаем вещи как материальные, только по своему невежеству. Но это высокий уровень утама, который уже не видит разницы между чувством приятного и болезненного. Для него это одинаково. Даже когда на крест перебивают, и он кричит, боль чувствует, но воспринимает одинаково. Что крест, что мягкую кровать в материальном мире, и то, и другое временно. Вот такая сила духовного разума. При этом чувства остаются, но он не обращает на это внимания серьезно. Даже испытывая холод, жару, может терпеть. Может терпеть эти вещи. Это ващна. Вот этот человек видит уже, как одухотворить какие-то вещи, или среду, или даже целый мир. Это пророки большие могут это делать. И никто не знает, как они это делают. Потому что в глазах первосвященников он был казнен, все на этом как бы кончилось. Это было только начало гретьянства. Никто ничего не понял из них. Потому что они жили во сне, в иллюзии. А он действовал реально. Он же не в виртуальной реальности пошел на крест. Не заинтересно посмотреть, как это там распинают людей. И не по наивности детская, как это быть распятым. Это человек, сознающий Бога. Он был инструментом Бога. Никто не знает, как он действовал. Никто не понимает, что произошло. Но и до сих пор многие не понимают. Они вот так на кресте видят и все. Вот все. Больше ничего не знают. А причина его, дух, никто не знает толком. Очень редкие люди. Что это за сила духа, который молится за своих оскорбителей. Не ведут, что творят. Прости их, Господь. Прости их, пожалуйста. Они глумятся над ним, они протыкают его печень. Они ему терновый венец, они его избили там. А он за них молится со слезами на глаза. Прости, они же не ведут, что делают. А эту вещь постичь очень трудно. Человеческим разумом. Почему трудно? Потому что мы затерриотизированы. А теории, они будут людей от аскезы. Никаких теорий. Вот она истина и живи по ней. Вот это аскеза. Ну, простите, ну, очень строго. Да, очень строгая жизнь. Что посидишь, что пожнешь. Очень строгий. Строгий подход. Кто готов сейчас так жить? Вот один на один с этими законами Бога. А люди прячутся от законного Бога. Думают, что они прячутся в свои квартиры, в свои телевизоры, куда-то еще. В свои обещания, грезы. Во тьму это. И философии, шесть этих философов, они помогают им создавать вот эти различные иллюзии. В век калия они просто процветают. Расстояник этих колючек бесплодных. Алицетаренные веды привели такой пример. Те, кому нужно золото, не откажутся от золотых серег, браслетов и прочих золотых изделий. Только потому, что у них другая форма, нежели у золотого самородка. Все живые существа неотъемлемые частицы Верховного Господа. Качественно одинаковые, но они имеют разные тела, принадлежащие к 8 миллионам 400 тысячам форм жизни. Подобно тому, как различные украшения, сделанные из золота, имеют разную форму. Тот, кому нужно золото, не откажется от разнообразных золотых украшений. Так и Вашнаб хорошо зная, что все живые существа, качественные от Верховного Личности Бога, воспринимают их, как вечный слуг Господа. Такой пример дают веды из золота. То, что из золота делают разные украшения, означает, что оно перестает быть золотом. Качество остается то же самое. Итак, эти различные формы порождения материйных тел, материйной природы, но душа обладает той же ценностью. Поэтому Вашнаб имеет безграничные возможности служить Верховной Личности Бога, спасая заблудших обусловленных существ, помогая им развить в себе сознание Кришны вернуться домой к Богу. Сейчас умы живых существ возбуждены тремя гуннами материальной природы, и все они словно во сне переселяются из одного тела в другое. Но когда их сознание меняется и становится сознанием Кришны, они сосредотачивают мысли на Кришне, пребывающем в их сердцах, и перед ними открывается путь к освобождению. Да, вот тут мы остановимся. Давайте обсудим эту тему. вопрос задавшим задавшим вопрос Почему я читаю, и о том, и обо всём, но вот это чувство, что просто очень легко встречаются вот эти такие вот огорения, а в принципе, когда нет, вот такие глубокие переживания, не знаю, потому что там у многих предок, вот они слушают лекции, да, точно, а потом как будто бы опять засыпается. Что происходит? Такая обусловленность, да. Такая обусловленность. Нужно, ну честно говоря, нужно немало времени, чтобы преодолеть обусловленность в какой-то степени существенной, чтобы мы чувствовали Кришну. Так, жизнь подобна сну, так и есть. Это привычка, обусловленность, да может быть даже врождённое состояние, сочетание гум. Но нужно продолжать процесс. Лет 15-20 хорошей практики должно быть. Молодые люди приходят, у них хорошо, время есть, все шансы есть. Хотя последние 15-20 лет пропадают, посвятите, вы можете достичь великих вещей. Значит, даже те, кто 50 лет начинают, у них есть полные реальные шансы. Ну а большинство сейчас у нас, молодёжь приходит, у них реально запас времени есть для того, чтобы практиковать. Только не теряйте его напрасно, практикуйте. Вот эти вот минуты просветления очень цены. Очень цены. Похоже, просто ожидается в курсе 15-20 лет вот такого, ну как бы просто аскезы терпеть. Нет, 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 ну что же вы так. Прям такая аскеза, что невозможно терпеть 15-20 лет. Да, у нас тут и просад, и киртаны, и столько счастья всего. То есть мы получаем в Санкт-Киртане яги. Нет, мы много радости получаем. Вот мы говорим о том, что читать книги вот 15-20 лет, вот это невыносимая аскеза. Ремонтрушь нас кругов кому-то повторять. Каждый день вот такие усилия делать. Нет, но на самом деле очень много счастья. В этом процессе Санкт-Киртана очень много счастья достаточно, чтобы мы жили лучше других вообще. Наш внутренний мир очень как бы такой радостный, светлый. А книги читать — это аскеза, я согласен, для многих. Или также мантру повторять, как аскеза, то есть ума. Это хороший аскез. Аскеза полезная. Если я сейчас скажу сватантри, это он же написал, что трудно читать книги. Если я ему сейчас скажу, выучи одну главу Бхагавадгиты, скажем, наизусть, он может испугаться. «Ой, какая аскеза, санскрит учить с переводом, ужас, грумоград, пощадите меня вообще. У меня работа, у меня то и все, как я могу». Но если он выучен, он же жалеть не будет. Вот он всем говорит, я знаю вторую луну наизусть. Он счастье почувствует. Такая аскеза очень хороша. Поэтому учите шлоки. Если вы чувствуете, что нет вкуса к чтению, учите шлоки наизусть. Вкус будет от того, что я помню шлоку. Потом научитесь ее применять, эту шлоку. Постепенно вкус откроется. Мы знаем, что это вкусно. Значит, нам должен быть энтузиазм открыть эту банку с этим вкусом. Она плотно закрыта. Им нужно усилие вот эти, знаете, такой специальный нож взять. Но если мы голодные и хотим этот вкус, мы откроем. Это больше напоминает жалобу, конечно. Не нужно жаловаться. Практикуйте серьезно. Мы попали в этот колодец материального существования. Теперь мы не жалуемся. Мы просто работаем. Совершаем усилия. Мы трудимся. Как принять гуру в сердце и отказаться от Майи? Как принять гуру в сердце и отказаться от Майи? Нет, так не получится. Судя по вопросу, человек думает, что гуру в сердце это некое такое состояние блаженства, которое поможет мне отказаться от Майи. Может быть. Но не совсем, как бы, правильное представление. Принять гуру, значит, принять его миссию. Вот тогда вы почувствуете, что она вас уносит от Майи. Просто времени не будет в Майи находить. Это практическим образом нужно понять. Не ждите какого-то экстаза, эйфории. Таким образом, гуру в сердце проявился и все, теперь Майи нет. А что тогда, если нет Майи? Чем вы заняты? В айфории находится просто на создательной жизни и все. Есть один точное представление. Принимая гуру, принимаете эмиссию. Эмиссия вас унесет. Папа говорит, вы едете на велосипеде. Далеко не уедете. Ну, по городу еще можно где-то. Но вот из города в город, нет, трудно. Далеко, слишком далеко. Медленная скорость. Но если вы цепляетесь к автомобилю, такая же скорость у вас появляется. Вот таким образом вы сможете уйти от Майи. Прицепляетесь к миссии духовного учителя. Не просто к личности цепляетесь и ждете от нее хороших слов, приятных, экстатических эмоций и прочее, прочее, счастье от него. То есть вот так вот, наслаждаться жизнью. Это тоже может быть. Но вместе с миссией. Я буду спрашивать, разъясните, в чем разница между самоночеванием и раскаяними святых в своих незначительных грехах? Внешне очень похоже. Незначительные грехи. С них все и начинается. Когда люди расходятся, они не сразу пропадают из виду. Они еще как-то время видят друг друга, оглядываются. А потом исчезают. Вот так происходит. Сначала незначительное будет расхождение. Да вы же близко еще. Еще чуть-чуть. Ты тоже рядом. Рукой подай. Еще чуть-чуть. Ну, пешком дойдем. Ну, тут созвонимся. А тут иногда раз в год встретимся. А тут забываем совсем. Это знает любой святой человек. Все начинается с отвлечения простого. Пропадал такой однажды урок. Они гуляли на побережье с учениками. И там солнечные крабы бегали. И там был какой-то молодой юноша, который присоединился. Но он недолго был. Буквально после этого случая его, собственно, никто не видел, говорят. Но он тоже пошел на прогулку с Пропадом и привлекся. Но как только с лодочных крабов стал бегать, отвлекся и убежал и стал с ними играть. Рядом был Пропада, который что-то говорил и прочее. Все там записывали, слушали, а он там бегал. Пропад говорит, вот все начинается с простого отвлечения. Потом человек выпадает. Это знает любой святой опытный. Незначительный же грех, правда же? Нет. Не позволяйте себе маи так обманывать. Это она говорит вам. Это незначительно. Но это уже отвлечение. А потом еще чуть-чуть точно так же. Такой же метод. Ты по чуть-чуть и уже забываете. И главное, что человек думает, что он не забыл Кришну. Нет, я помню. Но ты помнишь Кришну, а что ты делаешь? В мае живу. Я помню Кришну. Знаете, я хочу пойти дальше еще. Я уже был в сознании Кришны, хочу еще дальше пойти. Это мае все устроено. Вот такие мы слышим вещи. Начинается с отвлечения. Любовь, если мы говорим настоящую любовь, она всепоглощающая. Вот это любовь. Остальное, любовь с отвлечениями, это не та еще любовь. Я тебя люблю. Это тоже нравится. Может, поженимся? Хотя мне нравятся многие тут красивые женщины. Это не серьезно. Любовь всепоглощающая. Если мы уже о любви говорим. Она только такая. Другой не бывает. Любовь с отвлечениями, это развлечение. Это эксплуатация любви. Да. Непрерывное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Вот к этому стремимся. Такой вопрос. В чем отличие Брахмавады от Майавади? Почему Штилл Прабхупада ругал Майавади? Как мы должны проповедовать различного рода эзотерикам? Как я слышал, Брахмавади и Майавади — это класс имперсоналистов, но вывод у них разный. Брахмавади — они постигли Брахман или постигают Брахман в процессе. При этом они не отрицают Верховную Личность Бога. Просто они еще не заняты служением. Они не противопоставляют. Майавади противопоставляют, они отрицают Личность Бога. Они утверждают, что там нет чувств, нет разума, ничего этого нет. Они против выступают. Поэтому, говоря внутренним языком, разница между Брахмавади и Майавади в том, что у одних есть зависть, у других зависти нет к Богу. У Брахмавади зависти к Богу нет. Они уважают преданных, уважают процесс, уважают Верховную Личность Бога, но знают Брахман. Майавади — это разрушительная философия. А между философией персоналистов и имперсоналистов противоречия нет. Потому что Брахман тоже существует. Никто его не отрицает. А если мы служим Кришне, мы не отрицаем Брахман. Майавади принимают Брахман, отрицают Кришну. Вот что происходит. Брахмавади не отрицает. Скажите, пожалуйста, какие основные проявления имперсонализма в жизни и практике начинающих прядинок? Что является их корнем? И как новичку заметить и искоренить их? Вопрос от Вершимати Свобода. Если мы говорим, что имперсонализм — не Майавада. Имперсонализм — это не что-то дурное, нет. Это не полное понимание истины. Но это же хорошо, что мы сознаем душу. Просто на уровне имперсонализма сохраняется еще некое эго. Человек больше заботится о своей духовной жизни. Их мало интересует общество людей, допустим, или что-то еще. Но они не хотят проповедовать и спастись бы самому. Так он настроен. И преданные, которые начинают еще, и они не имеют еще отношения, развитые с личностью Бога, своих личных отношений, они могут тоже заботиться больше о себе в духовной жизни. Их мало интересует общество людей, допустим, или что-то еще. Достаточно мне гуру, и все, и Кришна, и… Но они еще о себе больше заботятся. Те, кто познали больше личность Бога, они больше заботятся о других. Это Пархалад Махараш говорит об этом. Это знаменитые стихи, где Пархалад Махараш молится о тех людях, которые страдают в этом мире. То есть о себе как раз он не беспокоится, а беспокоится о других. Проповедно-педал – это настроение. Проповедно беспокоится о других людях. Это путь Бхактии. Не имперсональный вопрос. Мы распространяем книги, мы проводим лекции, мы общаемся с людьми. Ну, как наставление выполняем. И видим, что это трудно, пока не развита Бхакти, это очень трудно делать. С развитием Бхакти становится более естественно. Еще более естественно, еще более естественно. И экстатично может быть. Что Бхакти пробуждает преданность в людях – это экстатично очень. Амперсонализм – это философия больше. Там больше споров о сознании Кришны идет. Это уровень таких споров, ментальных сражений, концепций. Это платформа ума. Ольга Бакуанова спрашивает. Засыпаю при чтении мантры днем. Сон нужно преодолевать? Или через год-два с практикой мантры это пройдет? Ну, хоть отдохнешь по-человечески. Видимо, устаешь, так я понимаю. Раз ты днем засыпаешь на мантры. Скорее всего, тебе не хватает сна сейчас. Ты привыкаешь к аскезе. Не знаю, сколько часов у тебя сон. Если 6-7 часов ты спишь, возможно, тебе еще не хватает сна. Бывает, что сон удлиняется зимой или весной, когда есть истощение какое-то витаминное. Ну, врачи это знают. Есть циклы такие. Поэтому не так все просто, что касается сна, отрегулировать его, как у Прабхупада. Четыре часа или полтора-два часа иногда. И он работает в экстале. В трансе возможно. Пока мы не в трансе, мы зависим от погоды, от обусловленности. Со мной тоже это было, но я что делал. Я просто вставал на ноги и ходил. Ходил и повторял мантру на ходу и не засыпал. Один предный нашел выход другой. Он налил в таз воды холодной и повторял около таз воды. Когда засыпал голову в таз и снова повторял мантру. Вот такая решимость у него была. Я это видел. Там была, правда, не та са бочка, где мы жили в то время. Он около бочки повторял мантру, чтобы не уснул. Другой дал нам лекцию о том, как можно спать вообще на джапе. Как можно спать на джапе? Джапа – это то, то, то. Это невозможно спать. Значит, вы не повторяйте джапу. Он разгромил всю нашу джапу. На следующий день на джапе он упал со стула. С большим грохотом причем. Все испугались. Уснул. Было очень стыдно после этого. Вот такие игры. Сон. Можно, если чувствуете непредалимое такое состояние, тяжелое совершенно, когда сон клонит. Можно поддаться на 5-7 минут до 10 минут. Просто лечь на 10 минут. 5-10 минут. И снова можете встать и бодро почувствовать. Тут можно уступить. Потому что иногда, если мы… Такие спазмы начинаются с сосудов буквально. Это может даже вредно быть. Нам советовал духовный учитель когда-то. Это давно. Что если вы чувствуете приступ такой буквально сильный, что вас клонит в сон. Вот. Можете на 5-7 минут поддаться. И снова почувствуйте, восстановились. Немножко через время. Как лучше повторять мантры? На санскрите или на родном языке? Почему? А какой у него родной язык? Что он назовет родиной? Казах или нет? Ну, он думает, что он казах. Понятно все. Нет, нет. Мы не казахи, не русский. Родной язык. Хотя я понимаю, о чем он говорит. Но это не относится к мантрам. У мантры есть другой, свой родной язык. Вот на том языке мы повторяем мантры. Любая вещь, которую вы хорошо осознаете, становится вашей родной вещью. Любая вещь. Скоро люди будут говорить, что это наши казахские Хари Кришна. Наши. Уже в России так говорят. Это наши российские Хари Кришна. Там индийские Хари Кришна. У нас свои Хари Кришна. Русские. Потому что они это уже прочувствовали. И все. Стало близким, родным. Все. Приживается, видите. Прививается постепенно. Становится родственным. Давайте. Прививайте эти прививки. Делайте. Можете знать много языков. Казахский, русский, санскрит, английский. Это же хорошо. 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 Драбхади спрашивает. Мы хотим проводить утренние программы онлайн. Может ли Матаджи проводить Макгалары? Кто из Прабху в Ядре? А, кто-то из Прабху в Ядре говорит, что по этикету нельзя. Правда ли это? Не слушайте этих Прабху. Надоели эти Прабху все, господа. Прабху, 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 Прабху. А Матаджи это вот никто. Да вы все Прабху. И этикет таков. Если серьезно сказать, то этикет таков. Что Мангал Арати нужно провести, например, пропеть службы. Или Арати. Арати я не видел ограничений. В храмах могут служить также и мужчины, и женщины. Может только в Индии женщины не служат. Я не знаю. Но Прабху Прабху не разделял эти вещи. Что касается Киртанов, то по этикету, если есть мужчина, ему предлагается вести кету. Если он говорит, нет, сегодня я не могу, пожалуйста, пойте и передает. Можете вести. Или старшему предлагается сначала, кто присутствует. Старший говорит, перекладывает, делегирует кому-то. Но это этикет просто. Не то, что только старший, и никто другой не может петь. Если кто-то запоет, старший должен уйти просто. Если женщина запела, все должны разбежаться в разные стороны. Нет, это просто формальный этикет. Что женщины, если их много, и кому петь, они еще сначала к мужчинам обращаются. Это обычный этикет. Формальный этикет, материальный этикет. Если он не соглашается, поет любой, кто может. Прабу, говорят. Надо написать книгу. Прабу, говорят. Если мы это все опубликуем, то это будет новое учение у нас. Для удовлетворения Прабу. Матыши должны служить Прабу. Вот что они хотят. Чтобы им служили, им подчинялись. Прабу, настоящий Прабу. Привыкайтесь, что это формальные вещи. Более-менее условные вещи. Даже Варнаша Матхарма более-менее формальная вещь Прабу пада говорит. Настоящая вещь. Я не женщина, не мужчина, не брама, не кшатри, не ваша, не шудра. Я слуга, слуги, слуги. Вот это настоящее наше сознание Кришны. К этому стремимся. А этикет формально соблюдаем. Это поможет. Но доминанту не делайте на этом. Потому что вы создадите кастовую систему. Вот таким образом. По чуть-чуть, по чуть-чуть образуется. Уже где-то есть такая кастовая система в каких-то местах. Склонность к этому есть. Там, где женщины запрещают делать то, что они имеют право делать. Им все же запрещают это делать. Это кастовая система. Позорная кастовая система. Которая разрушила всю индийскую культуру. Вот так они говорят. Формально. Если дело доходит до унижения, это оскорбление. Ты женщина, у тебя нет прав. Вот это большая проблема. Духовные права точно такие же. Остальное формально соблюдаем. Хорошо. Спасибо большое. Павел 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 Павел. Репортаж Продолжение следует...